На канал «Экзегет» пришел такой вопрос, как быть, если приходят мысли самоубийствия. Но начнем с того, что мысли самоубийствия, они не свойственны человеку по его устроению, по естеству, потому что каждый человек имеет глубинный инстинкт, который вложил в него Господь, инстинкт самосохранения. Поэтому думать о смерти для человека неестественно, а тем более неестественно для человека накладывать на себя руки. Но бывают такие помыслы, которые приходят, как мы говорим, слева от сатаны. Эти помыслы, эти мысли, они всегда неестественны. Они всегда против замысла Божия человека, они против человеческого устроения, они обманывают, они внушают, что за суицидом как будто бы будет свобода, прекратятся страдания, что это возможность освободиться от всех мучений, которые человек будто бы переносит в своей жизни. Но надо сказать, что дьявол – источник всякой лжи и сам по себе является противником Бога. Все, что он говорит, все против Бога. Все, что он говорит, все неправда. Все, что он говорит, все это обман. И мысли о самоубийстве, они всегда являются обманом. И они всегда приходят от сатаны, потому что дьявол хочет захватить человека, поработить его, взять его к себе. А самоубийство – это верный способ для того, чтобы человеком можно было обладать. Если это мысли о дьяволе, то как нужно к ним относиться? Ну, во-первых, надо постараться их игнорировать. Если мы внимательно относимся к каким-то дурным мыслям, рассматриваем их, то так или иначе через наше внимание эти мысли попадают в наше сердце, и сердце наше заражается вот таким бесовским духом и теряет всякую человеческую свободу, и теряет всякое трезвение. Следующее. Эти мысли требуют все же не просто пассивного к нему отношения, а энергичного отвержения. Если на какой-то первой стадии мы можем просто их проигнорировать, то если мы так или иначе повредились от мысли, которая пришла к нам, то лучше эту мысль энергично отвернуть. Для этого у нас есть такая сила душевная, которую мы можем направить в сторону зла. Зачастую мы просто направляем в другую сторону, в сторону гнева на человека. Но эта сила, это оружие, которое Господь вложил в нашу душу, должно быть направлено именно на дурные мысли, дурные расположения, которые приходят слева, которые нас искушают, которые подтолкнуты нас к греху. Чтобы нам избавиться от мыслей о самоубийстве, нам, конечно, нужно воззвать к Богу, обратиться к Нему с молитвой. Ничто так не помогает, как молитва. Но когда мы молимся, нужно обязательно верить, что Господь слышит каждое наше слово, слышит наши мысли, понимает наше устремление. Он хочет нам помочь и никогда нас не оставит. Это чувствовали святые люди. Это всегда чувствовали люди, которые были близки к Богу по-особенному. И вот мы, если почитаем слова апостола Павла, то он говорит так. О себе, о верных учениках Христовых. Мы от всюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Не слагаемы, но не погибаем. Господь всегда с нами. Он всегда нам помощник. Любовь Божия никогда не прекратится. Она вечная. Господь возлюбил нас вечной любовью. И помня об этом, никогда не будем отчаиваться и принимать дурных мыслей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok